Меня зовут Батрас. Как приятно не повторять свой ритм. 500 раз. Когда мы изначально ставили «Маму на востоке», мы хотели отвести этот спектакль по всем тем местам, собственно, откуда мы родом. Мы побывали в Новосибирске, в городе Чайковске, в городе Серов. Вот. И теперь Владикавказ. Владикавказ вот здесь. Это была часть плана – привести спектакль сюда. Бегаю по десятью работам, и иногда утром могу не вспомнить, куда мне нужно идти. Я что-то бегаю, такой, по квартире. «Мам, мам, куда мне надо было?» Она говорит, «Да ты едешь в Семеродвинск, иди на вокзал, а там с белорусского, да?» «Точно!» И я уже выбегаю, и она мне пишет, звонит вслед, и говорит, «Только не забудь, что через 15 дней тебе надо вернуться обратно». Весь спектакль основан на реальных наших историях. А этот спектакль был посвящен мамам, и все наши истории, которые мы там рассказываем в этом спектакле, так или иначе связаны с нашей родиной, с нашими родителями, с семьей и так далее. Когда мы сделали этот квартирник, мы его показали нашим друзьям, но они нам ответили, что это очень хорошая вещь, и что это можно играть, и нужно играть, и нужно звать на это зрителя. Просто мы очень хотели отойти от театральности в наших спектаклях. У нас нет каких-то супердекораций, нет какой-то там супердраматургии. Это наши истории, у нас один фонарик, три стула, нет костюмов, нет грима. Ну, мы театр, что. Хорош! Когда я был маленький, нас с моими братьями в детстве отдали в школу, которая находилась рядом с театром. Удобно было, родители постоянно бывали в театре, мы приходили туда, и до поздней ночи там сидели на репетициях, я знал все спектакли наизусть. Целыми днями до поздней ночи там тусили, в театре «Нарт». Учились кататься на велосипеде, то есть все, что люди делали у себя во дворе, мы делали во дворе театра. И плюс ко всему, в школе была театральная студия, имени Биба Ватаева, организованная его дочкой, Зариной Ватаевой, и моей мамой, Лейлой Тиблойвой. И, в общем, я там играл спектакли, и даже сыграл Гамлета на остинском языке, потому что знал текст с самого детства, собственно. О, скамера, я их не жалую, они flightы галмы, которые были, и они все желали. Они дают нам быть в сердце, и они живут в órси, Они тоже, они не могут верить в свою жизнь, и они не будут ведут себя в семье, они негативно верю. До сих пор считаю, что Шекспир на астинском языке, в переводе, на астинский язык звучит гораздо насыщеннее и интереснее, чем на русском. Я не могу это объяснить. Может быть, потому что я предвзято отношусь к родному языку, но я считаю, что он глубже и насыщеннее. Мои родители познакомились в театре нарты. Оба актеры. Отец пришел в эту профессию, можно сказать, из каскадерской деятельности больше, потому что он всю жизнь был спортсменом, как спортсменом, был рекордсменом СССР по прыжкам шестом, он был десятиборцем. Потом как-то он попал в театр, так называемый театр-каскадер такой был в Москве. Они там ездили на лошадях, падали с высоких зданий, дрались на мячах и так далее. А потом он переехал в Осетию, когда открывался театр нарты, куда пришла моя мама работать. Она работала в Астинском театре, потом пришла в театр нарты, где они, собственно, и познакомились. Вот мама поставила еще несколько спектаклей в этом театре как режиссер, потому что она параллельно с театром отучилась еще на режиссуре. В меня этот микроб попал и дал корни. Когда пришло время выбирать профессию, я как-то даже особо не знал, какие есть другие профессии. Ну, актер, еще актер, наверное, есть. Ну, еще актер, наверное. Ну, как-то так. Я единственный из своих братьев, кто стал именно актером, хотя младший брат стал сценаристом и собирается работать в кино. И отец выходит из маршрутки с мамой и видит нас просто без маек, какие-то царапины на ноге, босиком, бежим, какие-то грязные. И, в общем, он не знает, как реагировать. Он говорит, ну, стойте, стойте, и мы на него налетаем. Так, о, мам, мам, пошли, мы там рыбу ловим, сейчас покажем, где рыбу ловим. И он маме говорит, надо же, я всегда мечтал именно о таких детях. С братьями мы дрались в детстве, это нормально, все дети ругаются. Но когда он это заметил, он провел, так скажем, беседу, где сказал, что, ну, такое невозможно. Вы братья, вы братья, как вы можете, вы что, вы друг за другом. И вот с тех пор это так застыло в голове. Ну, вот если вы когда-нибудь лет через сто, дай бог, увидите трех обнимающихся стариков, это точно мы, вот так. Ну, мы до сих пор вообще супер сильно близки. Когда нас видят где-то, хотя бы там 10 минут, нас спрашивают, а вы вообще в детстве когда-нибудь ругались или дрались? Такой вопрос возникает, потому что, видимо, как-то это видно, а как, я не знаю. Отец такой суровый был, если нет какого-нибудь мероприятия в театре, то он там читал книги, решал кроссворд, ну, то есть с нами особо не играл там. Вот. Но однажды я уснул где-то в кресле, и он взял меня на руки, чтобы отнести на кровать, и как бы, ну, решил так, как-то погладил, погладил, говорит, диба, и так положил в кровать. Я это сквозь сон услышал, говорю, нифига себе. И среднему брату говорю, я говорю, короче, лайфхак, держи, пользуйся. Все ему рассказал, все как нужно, он ложится, значит, где-то на ковер, все по плану, отец вот входит, берет его на руки, он доносит его до кровати, и тоже так, что-то, ну, может, другое слово, он так, диба, и брат не выдерживает, короче, и начинает расползаться, улыбка, но он не смог сказать, отец понимает, что его услышали, и как-то, ну, не знает, как реагировать, и, скотина. Есть истории, которые я там спустя год только сам начал осознавать. Есть истории, которые я рассказываю, они из детства, и они настолько сидят в голове, что я не думаю о том, как это воспринимается другими людьми. Мне кажется, что это достаточно простая история, и естественная, я слышу, как в зале плачут, например, в этот момент. Я их рассказываю с точки зрения ребенка, который запомнил эти истории там с детства. И когда это осознание приходит, то они становятся только богаче, эти истории, от осознания этого. Стихийное бедствие Северной Осетии. Этой ночью с горной вершины у поселка Кармадон сошел в гигантские ледни, был в сердце со земли, 15 домов, в которых... Мне трудно бывает осознать масштаб всегда. Вот мы проезжаем здесь, и я все время у мамы спрашиваю, говорю, что, ну, прям реально вот отсюда это все, и это правда вот так было, и вот такая высота, и вот это все, да. Ну, как-то это прям как будто не верится все время. Было уже 21 число, когда я проснулся от того, что как, что, да подождите, ну, это, наверное, лавина, потому что мама говорила с кем-то по телефону, а ей говорят, включите телевизор. Она включает телевизор, а там летают вертолеты, ну, и вот этот весь ужас, который там показывали. Я сначала даже не понял, о чем речь. Я помню, что мы пофотографировались с ним перед отъездом. У нас есть такие вот фотографии во дворе дома. Долго велись разговоры о том, что без вести пропавшие, они могут быть в туннеле, а может быть, они успели выехать, а может то, а может все. Поэтому как-то этого осознания до конца не было. До сих пор нет такого осознания, что человека нету. Вот как есть реально по документам без вести пропавший. Вот так оно и в голове осталось. То есть, когда, условно говоря, нет человека, то вы с ним прощаетесь там на похоронах или еще где-то. Ты видишь, что человека нет, вы его провожаете. А тут такой ситуации не было. До сих пор нет такого ощущения, что его нет. В общем, когда отец уехал на эту свою последнюю смену, как-то все родственники, все друзья семьи говорили мне одну и ту же фразу постоянно. Все, ты теперь старший. Ну, короче, я вот уже смирился с тем, что я теперь взрослый, и раз я теперь взрослый, я не должен брать. Но когда я начал курить, почему-то решил, что ну не прям все надо рассказывать, правильно? Что-то можно и не рассказать. И какое-то время вот за этой девятиэтажкой покуривал там за гаражами. Брат знал об этом. Как-то мы сидим в комнате, что-то нечего делать. Давай, Скандербек, давай, Скандербек. И как-то раз я так, раз положил, и у него раз слезы на глазах прям здесь. Я говорю, что случилось? Он говорит, батя, пожалуйста, не кури. Мама увидела, говорит, что случилось? Я говорю, ну уже что скрывать? Я говорю, ма, я курю. Я говорю, я курю. Ну, в смысле, я курил, сейчас уже не курю. Вот с этой секунды. С тех пор, наверное, косяков еще много было по жизни. Но зато я не курю с тех пор. Когда отец разговаривал с матерью, он говорил, сейчас дети чуть подрастут, мы уедем в горы с тобой жить, я там буду охотиться, ты будешь сидеть дома. Пошел на охоту, вернулся, дети приехали с друзьями на Мерседесах. Они будут говорить, что вы отца-то в горах держите? А они будут говорить, да, он сам хочет. И вот мы будем жить в горах, я буду ходить на охоту, а потом в какой-то один момент там провалюсь в трещину, ты найдешь самый большой камень, поставишь его и скажешь, ну, примерно где-то здесь ваш отец. Ну и так и получилось. У меня нет такого ощущения, что я прихожу на кладбище. Это хорошо, мне кажется. Просто теперь здесь какая-то есть точка, как будто бы, ну, еще одно место, где нужно бывает побывать. Когда я приезжаю в Осетию, я там приезжаю к родственникам, домой туда, там, к этим родственникам, к тем родственникам. И как бы это место тоже ассоциируется как бы с такой точкой, где нужно побывать. Место, где теперь находится что-то мое. Когда я заканчивал уже институт, я понимал, что я буду преподавать, потому что меня отец преподавал. Я думал, что вот, я точно буду этим заниматься. Но думаю, поработаю в театре, после этого вернусь в институт и попробую в этом направлении. Ну, так получилось, что после окончания института появился шанс от Министерства культуры и Северной Сети. Они мне помогли, оплатили мою учебу в Чукинском институте, магистратуре. Раз такой шанс, я решил остаться в магистратуре. И дальше потихоньку вливался, мне давали курсы, я работал со студентами. Слава Богу, пока не сталкиваюсь с лбами. Моя актерская профессия и преподавательская в гармонии пока существует. Изначально было понятно, что в этой профессии особо как бы не разбогатеть. Такой маленький шанс, скажем так, состояться. И поэтому, конечно, как и любые родители, они не очень бы хотели, чтобы мы были актерами. Лучше получить какое-то нормальное образование. Я тут подумал, что я тоже все время как будто бы чуть не дооценивал какие-то твои советы. Например, я когда поступал, и мама такая, да прочитайте уже мне, что ты там приготовил, ну прочитай уже. А я, нет, не хочу, я тебя читаю, да ты ничего не понимаешь. Но на самом деле, как только я с ней поработал, она меня в итоге заставила это сделать. Она мне что-то сказала, и я в итоге поступил. И так как-то во всем, на самом деле. Профессией главное себя не обманывать. Всегда найдутся люди, которые тебе будут говорить, ой, какой ты молодец, ой, как у тебя все хорошо, ой, какой ты талантливый. То, что мне понравилось, скажем, в театре, что? Максимальная честность. Ты такой, какой ты есть. Мне кажется, что так и в жизни должно быть. Ты должен быть честным с самим собой. Я про себя все знаю. Я знаю все свои недостатки в том числе. Если мне что-то не нравится в том, что я делаю, но это часто происходит на самом деле, то я понимаю, что где-то я не доработал. Я очень критичен к себе, потому что я все про себя понимаю. Если мне нравится, значит все хорошо. Очень приятно было слышать от друзей, родителей. Приходил Дамилан Сабанов, и он после спектакля подошел и сказал, когда батик говорил в детстве, я сын Виктора, все говорили, о, сын Виктора, а теперь его дети будут говорить, мы дети будут рады. Это было очень приятно. Это значит, что я двигаюсь к правильному направлению, наверное. сейчас я работаю в спектакле дяди Ваня, и у меня есть конкретная цель, вот эта роль Астрова. Все, я на нее нацелен, я хочу ее сделать. И там очень много интересов, и много всего интересного в процессе, собственно говоря. Поэтому вот ее я бы очень хотел сейчас сыграть. Я все время нахожу себе какую-нибудь работу. Мне нужно все равно себе спланировать какое-то занятие. Хотя просто пойти побегать. Нельзя просто валяться и ничего не делать. Это очень тяжело морально. Я в этом ритме уже столько живу, что когда мне, не дай бог, выпадает какой-нибудь выходной, это самый ужасный день в моей жизни. Я не могу сидеть дома. Я говорю, как вы сидите столько? Помните, хотя бы погуляем, по городу? Ну, то есть, это, видимо, уже болезнь, наверное. Но я надеюсь, что когда-нибудь я от этого устану, уеду в горы и буду там жить и смотреть на небо. Только ж надо так случиться, холод, пень и яркий свет. Сколько лет уж мне не смится, сми не снятся, сколько льна. Сколько льна. улыбка. Смирный. Приятного аппетита. Субтитры создавал DimaTorzok